I have ways of blowing things up. Минуточку. Вы хотите сказать, что бочку можно облутать? Тут еще и петроны, патроны, те, которые мне нужны. Вы офигели. Надо хотя бы три штучки, но зарядить. Три штучки это гарантированный труп, между прочим. Пока что, не знаю, патронами не балуют. Вот совсем не балуют. Пойду выпущу этого засланца. Что у нас тут? Масляная лампа. А ты кто? Молоток, гвозди. Гвозди я возьму. Лампу погашу. Да не буду я молоток брать, у меня и так перебор по вещам. Итак, открыть. Использован ключ. Открыть. Хорхе Купер. Джейн, тебя я не узнаю сперва. Я в одежде охотника загладил, но ты же вовремя. Мне уж казалось, что стану чем-то обедом. Мог стать. Слушай-ка сюда. Несколько бандитов недавно спустились в тот колодец. Можете удастся застать их врасплох. Встретимся в скворечнике. Наверное, Эмми, наверное, с ума сходит. Ты мне жизнь спасла, подруга. Да, это и была наша побочка. Ну, вали домой, чувак. А что тут у тебя интересного? Морковка. Банка. А без этого никак? Там чертов огненный торнадо, если что. Это как вообще было сейчас? О, патронный доробаж. Просто в бочечке лежат. Хорошо. Давайте заберу. Стервятник. Ой, с него эти... Ммм. Инвентарь полон. Какая неожиданность. Блин, сколько же у меня хлама. А что я могу с этим всем сделать? Что я могу вообще выбрать? Во что мне нужно, не нужно? Я так понимаю, что закрашено таким... Это хлам? На самом деле, без понятия. Так, каменелая голова. Давайте, может, я кости повыбрасываю. Кирка, лопата. Нет, это мне надо. Вот эти щипцы, банки. На самом деле, черт его, зачем мне все это? Мачете возьму. Нож разберу. Нет, вот это взять, вот это разобрать. Надеюсь, я правильно поступил. Шпоры. Тряпки. Блин. Череп. Карта. А! Надо, наверное, потихонечку начинать сортировать то, что... Ой, там у нас... Курятник, обыскать. Это можно приготовить. Колодец. Открыть. Привязать канат? Но я, на самом деле, не хочу, потому что я к ним попаду через ту дверь. Мне будет проще обыскать. Давайте револьвер этот заберу и разберу, потому что из них же вроде как какие-то детальки лезут. Так что можно будет... Заряд дробоша, это святое. Пойти убить их, не убить. Гвозди. Да ну, на самом деле, нафиг. Я не такой кровожатый. А... Ну, с них, да, патроны, конечно, могут выпасть, что... Было бы приятный ящик. Еще одна колода карт. Возьму. Они там стакаются. Так, водичку попили. Поехали в люк. Мне кажется, так будет проще, чем просто спускаться в колодец. Мне нож, пожалуйста, мне... Может, кстати, здесь будет логично использовать дробаш, потому что... Обычные дверные... А, деревянные дверные двери. Легко сломать с помощью практически любого оружия. А вот, чтобы проникнуть за укрепленную дверь, понадобится динамит. Во время путешествия могут попадаться и непробиваемые двери. Непробиваемая дверь не возьмет даже динамит. Так что нам придется найти ключ или взломать замок. Я понял. Обычные деревянные двери. Там, кстати, труп. Давайте-ка я вот так вот сделаю сначала. Останки пусто. А вы сюда... Аарон Прайс, житель деревни. Буханка хлеба. Оберег, погоди. Оберег у меня, по-моему... А, вот, у меня их два. Заземление плюс электричество и к огню. Ммм, что тоже неплохо, спасибо. Огонь и электричество. У него хлебушек есть, если что. Ну, это колодец. Который я упал бы сверху. Серебряный самородок плюс один. Круто. Ну, в общем, кирку и лопату надо с собой таскать на постоянке. Сундук. Каменелая реликвия. Шкура бизона. Да, я заберу. Ну, это очень нужно. Тут какой-то матрас, еще какие-то... Блин, не знаю, офигенно ценное место попалось, на мой взгляд. Ага, так, тут пушка. Надо все, кстати, рассматривать поближе. А что, ну, то пошло. Поговорить с женой кузнеца, отправиться на поиски тайника. Обыщите стоянку Гринвуд, чтобы узнать, куда отправили вашего мужа. Ну, это по главному заданию. А вот это... Это у меня ключ есть. Так, пинайте предметы. Нажмите F, чтобы выразить почтение, чтобы пнуть бочку. С ядовитыми химикатами в сторону врагов создать ядовитую ловушку. Химические вещества крайне нестабильны, могут взорваться, если их поджечь. Поджигаются тут вещи выстрелом или нет? А, у них там огонь есть, у них все хорошо. До свидания. Дурачок. Не, ну, реально взял и просто побежал, побежал, взорвался. Спасибо тебе, конечно, огромное. Так, тут не дают лишние бинты за это. Спасибо. Во-первых, ну, тут лечиться сто пятьсот способов есть, но вот бинты мне уже дважды пригождались именно с точки зрения квестов, когда мне нужно было спасти кого-нибудь. Кстати, вон та дуреха, она не стала мне верным другом. Верным другом мне стал бандит. Как бы это странно ни звучало. Так, люди, что вы тут прячете? Останки. Мелочек они тут прячут. Ложка. То есть чувак растворился просто, дверь заперта, ну да. Вот, этот сгорел по-человечески, ну, относительно по-человечески, конечно. Давайте я разберу. Я буду, наверное... Блин, сколько у меня в инвентаре? Один слот свободный остался. Ёпперес. Так, гвозди, наверное, нафиг. Кружку нафиг. Колоды карт пошли по второму кругу, что ли? Да, их пять штук можно максимум. Нафиг. Мм, амулет к огню. Ну, оберег еще один к огню, еще один к электричеству. Значит, их можно просто будет менять. Хорошо, я запомню. Попробую. F5. Ага, могучие противники. Думаете, вы давно превзошли всех своих врагов? Не тут-то было. У большинства противников, которых вы встретите на западе, есть более сильные версии. Когда вы целитесь такого врага, над его именем появляются особые значки. Чем их больше, тем он опаснее. Если среди значков есть корона, то ваш враг лидер местной банды. В него-то и нужно целиться. Если бандит увидит, что их лидер убит, есть вероятность, что они разбегутся. Ну, это же не просто так не сказали. Это значит, что мне сейчас дадут такого лидера как раз, да? Заберу. Почему с дробашом? Стрелок фигачей воды. Обойдешься. Я не хочу на тебя тратить... Там какой-то перец есть. А я не могу кинуть из-за... f5. Идите сюда. Я не умру там? Девять жизней осталось. Так, у чувака там... Это, хлебушек был вроде как. Я пойду его схаваю. Да, далеко, но... Почему бы и нет? Я его специально как раз и оставлял на эту ситуацию. Интересно, сколько хлебушек восстановит. Надо будет еще по зелькам почитать. Вот эти все зельки. Чего они дают и сколько? Хлебушка? Хлебушка? А, 5 ОЗО. Ясно. 5 ОЗО это вообще ни о чем. Но я вроде их всех перебил. Поэтому, если сейчас получится подхилиться другими методами... Во-первых, f5. Потому что, ну, я их все-таки победил. А во-вторых, сейчас посмотрим. Если получится отхилиться другими методами, то я буду так и делать. План был, в принципе, неплох. Я заберу, разберу. Твари, а где патроны? Ууу, карта сокровищ. Спасибо. Это, интересно, те же сокровища или... Вяльное мясо? Сигареты. Вон аптечка, кстати, наверху валяется. Я ее возьму. Но использовать пока что, наверное, не буду. Надо разобраться, что там по этим картам. Потому что бандит дал одну карту. И одна карта у нас обнаружилась здесь. Обменение на 7 секунд. Мелочки я, наверное, не буду брать. Тут можно готовить на вот этой вот фигне? Да. Отлично. Значит, вот это, вот это и вот это. Мне пока что хватит. Что вы тут от меня скрываете? Шпоры скрывают от меня. Шпаргалки писали. Теперь скрывают. Да, тут можно было и простелсить, видимо, и все что угодно сделать. О, а ты кто? Золотой пиковый туз. Извините. Золотой пиковый туз. Ааа, офигеть. Это привилегии, это способности. То есть я могу тоже тратить или не тратить. Знаток замков. Снижает шанс того, что отмычек сломается при открытии замка на 25. Следующий, видимо, на 50, потом на 75. Расхититель в контейнерах на 10% больше. Торгаж. Снижает цены. Лидер отряда увеличит урон. Максимальный здоровый член отряда. Для этого отряд нужен. Кстати, мне очень интересно, как это будет выглядеть. Разрушитель. Это динамит. Все выше и выше. О, а это, кстати, интересно. Пройдоховый. Наносит на 25 больше урона целям, которые... Хочу. Полевой врач. При использовании бинтов вы станете на 20% больше здоровья. Тоже хочу. Охотник. Во время прицеливания из ружья, дробовика или лука вы двигаетесь на 5% быстрее. Так. Хорошо. Что я сначала, наверное... Это только при использовании бинтов. Только при использовании бинтов. Жаль. А есть еще. Тихо и быстро увеличивает скорость передвижения в приседе. 10% неплохо. Здоровье. Увеличивает ваше максимальное здоровье. Уже хочу. Быстра перезарядка. Тоже классно. Вот. Следующий уровень на 25. Да. То есть... Здоровье нужно качать во всех играх. Это просто... Не подвергается. Ключ. Возьму. Хотя у меня так же есть пули. Возьму. Оружейные пули еще больше возьму. И, кстати, да. Как я и подозревал, меня эта штука полностью вылечила. Любой баф на жизнь, который ты применяешь, он заодно тебя и лечит на фулочку. Что не может не радовать. Убийство в приседе. Ну, я думаю, что его нужно прокачать. О, это я что-то хорошее нашел. Оберег лесного пожара. Если вы горите, то двигайтесь быстрее. А это не очевидно случайно, извините. Если вы горите, вы двигаетесь быстрее. Этот у меня тоже от огня. Да, хорошо. Ну, я не знаю, помолняем, потом будем уже по ситуации одевать. Если вы горите, вы двигаетесь быстрее. Так, сундук, отмычки. Да, это, естественно, запираем. Блин, тут лутать не перелутать? Серьезно. Стехон Уорд. Джейн, это вы снова с оружием в руках? Точно, духи милостивые, я спасен. Вы должны вытащить меня отсюда. Они, они людоеды. Джейн, клянусь, клянусь честью. Алонзо, спросите о его исчезновении. Спросите, как он тут оказался. Так, давай, Алонзо. Да, припоминая, привезли из сквари... Привезли из скворечни. Скворечня! Кто это придумал? Как и меня. Если что, бандиты стоячей воды держат записи о всех своих поставках вон в том сейфе. Чтобы его скрыть, нужна комбинация. К счастью для вас, у меня отличный глаз, так как я хорошо его помню. Если выпустите меня отсюда, я вам скажу. Ключ от камеры должен быть где-то здесь. Ты торгаш, блин. В смысле, если выпустите меня? Ах ты, тварь. Дай мне комбинацию. Я тебя в любом случае выпустил, но теперь мне резко перехотелось тебя выпускать. Так, оружейные патроны. Медный револьвер. Шар. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай сюда. Здрасте. Это мое просто. Так, револьвер. Это получается уже заапгрейженный. Так, смотрим. 35. Да. Да. Просто да. Синяк обыскать. Ну-ну. Так, а смогу ли я... А, блин, ящиков тут классно много. Выпустите меня, я вам помогу. Я пять отмычек на это использовал? Остерегайте все в них торнадо. Это я уже увидел. Да, спасибо. Знаете, ребят, как-то очень странно устроено мое сознание. Я собирался прийти сюда и вытащить этого чувака. Ну, вытащить всех, кто здесь находится. Но, как только он сказал, слушай, вытащи, а за это я тебе помогу. Вот в этот момент, когда он стал торговаться, мне резко перехотелось его вытаскивать. Ну, смотрите, я могу взломать этот сейф, но это уйдет пять отмычек. Вот отмычки пять. И тут уже вступает моя жадность, потому что, наверное, я все-таки спасу чувака. Пусть он так открыть. Стефан Урод. Вы за мной вернулись. Я знал, что вы придете, Джейн. Возьмите все из сейфа, что нужно, чтобы вернуть мужа. Комбинация 0451. 0451. Устроите этим сволочам смертельное отравление свинцом. 0451. А я смогу... А, вот открыть комбинация к сейфу. Тут у нас косточка. Она называется Окаменелая реликвия, но окаменелая... Не знаю, косточка, мне как проще. Зашифрованная телеграмма. В журнальном направлении вычеркнуты все имена, кроме одного. Текст невозможно расшифровать, но в нижней части листа... Наспех нацарапано несколько имен, в том числе и имя вашего мужа. Как интересно. Ну и 50 баксов на реле карандашом написано имя вашего мужа. Но само сообщение зашифровано. Нужно показать его работнику селеграфа. Там и знает, как расшифровывать этот код. То есть, у нас наконец-то с этой локацией все. Что тут у тебя еще? У тебя молоко было. Вот молоко могу выпить. Давай. Картофельное пюре съесть. Фига себе, чувак. Тебя тут неплохо кормили. Я понимаю, что выражение кормят, как на убой. Сейчас больше всего подходит. Так, а переговорите с женой кузнеца. Это нужно вернуться. Умирающий бандит отправились на поиски. Погодите, знаете что? Мне вот интересно цели. Я могу... На поиске тайника. Отслеживание заданий. Вот. Я могу вот это пока что только сделать. И где... Ага. Я хочу посмотреть, как это будет происходить на улице, когда я выйду. Как я буду его отслеживать. Ничего такого не осталось. Там у нас сверху еще двое парней оставались. Карелия. Так. Жизнь в скворечне налаживается. Скворечне постепенно отправляется от нападения. Хоть до полного восстановления еще и далеко. Бакалея, магазин, оружие, офис, телекрафт. Все основные конторы вернулись к работе. Если хочешь поднять деньжат для путешествия, на доске бельни есть пара заказов. Возвращайся, если нужны будут припасы. А если понадобится еще пара пушек, захвати с собой моего помощника Монте. Ему не терпится пострелять в стоячую воду. Шериф. Ага. Кстати, да, насчет сохранения. Нужно почаще сохраняться. Не делать ошибки, которыми я раньше... А почему у вас тут столько? Кража лошадей, похоже, по 11-го выпрямую. Ага, подкрепление. Ага, подкрепление. А что это ты так переполошился, дружище? Вы же уже тут давно, вы же видели эти трупы. Ай! Ну, шляпки стреляют по мне. Но они меня потеряли. А где выход из этого? А, вон. В принципе, я могу с ними немножко постреляться? Я могу покинуть... В кого ты там стреляешь? Альт. Да, я забыл. Но он меня потерял. Мне, в принципе-то, не надо с ними ничего делать. Да, они просто встревожены тем, что несколько... Что съесть? Погоди. Где? Ага, сесть! На срубленное дерево. Куда мне на поиски неизвестной, неизвестной территории? Во время путешествия будете заходить на новой территории, еще не отмеченной карте. Возможно, вы даже обнаружите второстепенные локации. Если захотите новых приключений, славы и денег, отправьтесь в неизведанные земли. В заброшенных... Опять же, я вижу. В заброшенных поселениях часто можно найти что-нибудь ценное, но эти ценности хорошо храняются. Будьте осторожны путешествовать по глуше Запада на ранних стадиях. Вы рискуете встретиться с чем-то, чему вы еще не готовы. Пока что. Вот это задание на поиски приключений, ну, на поиски тайника. Но! Я не пойду туда по двум причинам. Во-первых, реально дофига далеко. По трем причинам. Во-вторых, я уверен, что мы туда будем еще добираться. В-третьих, у меня полный инвентарь, мне нужно распродаться. Поэтому идем в скворечню, сдадим квесты. Дом кузнеца спасен. Благодаря твоей доброте кузнец вернулся домой. Его супруг говорит, что они приготовили для тебя подарок на случай, если ты еще вернешься. Шериф Флора. Ну, вот, отлично. У меня второстепенный квест засчитан. А насчет тайника? Тайник-то никуда не убежит? Я так думаю. Отлично, пришли. Тогда. Надо распродать все по возможности. А вот такие дальние путешествия, они мне жизнь восстанавливают или нет? Чего-то вы... Я же... Я почему-то не привык, что тут нету прогрузки экрана. Ночной город, магазин, другие городские конторы закрываются на ночь. Можете отдохнуть до утра, выбрав эти варианты в меню паузы. Или воспользоваться шансом проникнуть внутрь, пока вас никто не видит. Спящих персонажей можно украсить что-то ценное. Можно, можно, да. Но я, наверное, я... Отдохнуть. Почему-то в меню паузы. Ну, хорошо. Пусть будет меню паузы. Теперь цели... Вот это... Давайте вот это сдадим. И... Угу. Попросить в случае религрафа расшифровать. Не обязательно взять с собой Allbright. Не обязательно посмотреть, есть ли на доске скворечника доступные задания. Хорошо, давайте отслеживать вот эти. Во-первых, да. Давайте к вдове зайдем. Как к вдове, которая не вдова. Я вернул ему жену. Стой! Нет! Я вот так вот чуть не стал плохим человеком. Джейн, мой Хорхи, тебе удалось вернуть его домой. Мне уж казалось, что в мире совсем не осталось добрых людей. Их и не осталось. Вот, возьми. Этот мстительный дух от Куилл и Медли. Наш лучший револьвер. Наша гордость. Если тебе нужно что-нибудь из оружия улучшить, принеси моему мужу руду и твои пушки совсем иначе запоют. Я понял. То есть, вы мне дали пушку. Да, точно. Я забыла. Она мне обещала пушку за это. Это что-то нормальное? Нет? Эта револьвера повидал немало. На его ракете отделан серебром выграя инициалы Джей Би. Она уже потерта. Она идеально ложится в ладонь. Ну, он стандартный. Револьвер арки Шарпст. Не так убойный, как элитные модели, зато их легко найти. Может, улучшить в кузне 7 самородков. Так, это у нас двустольный стабс. Поможет решить практически любую проблему, которая может возникнуть на ферме. На ферме, да, да, да. Фермы Гаузер было широко известно в брошенном доме немногим их моделям удалось перебраться через море. вот однажды. Попробуйте прорубить себе дорогу через заросли врагов. Коломбурим потихонечку. Я понял. Но я его, извините, разбираю. В нем я не вижу ничего такого. Но зато вот патроны из них можно достать, когда разбираешь, да. ой, репутацию мне подкинули. С того можно поговорить, дружище? Стой. Если когда-нибудь понадобится джинсы, так, я же могу, а как мне тогда с твоим мужем то поболтать? О, выплавить руду. Серебряный слиток. Из двух серебряных самородков. Я могу это сделать. Кстати, цена увеличивается. А чтобы прокачивать пистолет, мне нужны слитки или самородки? Короче, ладно, что-то сделал. Будем разбираться уже по ходу. У нас кузнец так отмечается. Вот, путешественная лошадя. В городских стойлах можно приобрести лошадь. Лошадь позволит носить с собой больше предметов, быстрее перемещаться по всему западу и избегать внезапных нападений на дороге. ваша собственная лошадь, в отличие от украденной, не сбежит, когда вы доберетесь до пункта назначения. Это не такси... Таким образом оправдываю, чтобы ты ее покупал, а не просто угонял и все. Так, тихо плачет. Че? Почему? Вместе тебе к лицу. Так и надо. Погладить, погладить. Купить нужно 279 баксов, а у меня... Сколько у меня денег-то? 206. О, так мы это скоро исправим. Возможно, я, кстати, из города и выйду на лошади. Так. Хочу посмотреть товары. Портной. А, да. Это... Так, погоди, это мой инвентарь. Это то, что я могу продать? Старые. защита. Это я продам, это я продам. Но я просто не вижу смысла таскать то, что мне не надо. Тут можно патроны купить. Стрелы, патроны. Блин, а лук? Медвежий мех. А вот, кстати, лук крепкий. Урон 37. Это, по сути, стелсовое оружие. За 23 бакса не так дорого. А продать... Ты у нас чисто оружейник, да? Я понял. Хорошо. Мне нужно продать всю мелочевку. У меня забит инвентарь. Вербовка союзников. Если вам нужны надежные бойцы, загляните в салон. В любом городе это можно найти наемников с другими и других искателей приключений. Если у вас хорошая репутация, они начнут обращаться к вам сами. Дополнительная пара рук в отряде увеличат наносимый вами урон. Если же кто-то из вашей команды попадет под пулю, не отчаивайтесь. На западе всегда можно нанять умелого стрелка в отряд. Иногда те, что горят ярче всех, сгорают первыми. Ха-ха-ха-ха. Так, важно вот что. Наемники, которые будут ходить со мной. Это, в общем, у меня до сих пор такой вайб идет от Desperados и от Fallout'а. То есть в Fallout'е ты когда брал с собой людей, они просто ходили с тобой в Desperados, ты мог управлять всеми. Ну, я так понимаю, тут будет как вот в Fallout'е. Хе, читер. Читер, блин. Но я понимаю, что это жулик, вор, но все равно в современных реалиях это звучит немножко по-другому. И так будет с каждым читером. Так, охотник за головами. С того же тебя можно нанять, я так понимаю, да? Виски, виски. Вискос мы покупать не будем, наверное. Я пока не вижу в этом смысла. Шарахнулся от меня. Хотите что-то? Есть товары. Это, я у нее только что был, да? Воу-воу-воу, тут прям есть синие. Или я у нее не был? Минучку, молния в бутылке, небесная энергия в воду. Что? Ого, это гранаты. Так, там шериф. Где? Как мне на местную карту перейти? Вот так? Нет? Это открывает мне общую карту. Так, шериф. Это у нас просто представитель закона, да? То есть, любая звездочка это не шериф, это не шериф, это не шериф. Джейн. О, Монте! Это как раз кого мне надо взять? Мне рассказали, что эти ублюдки сделали с твоим сыном. Мне не терпится расправиться с бандой стоячей воды. Можно возьмешь меня с собой? Взять? Да. Я стелсом сейчас не балуюсь. ваш отряд. Те ребята за вами в агонию и воду. Поговорите членам отряба, чтобы... Отряба! Отрябья! Чтобы открыть его инвентарь, приказать ему взять другое оружие или выгнать его из группы. Члены отряда могут пользоваться куртками и бинтами, которые вы им даете. И все же, если один из ваших компаньонов будет сразу в битве, не отчаивайтесь. Всегда можно найти в салуне. То есть, они как бы это одноразовые, я в лошадь врезался так. Хорошо. Можно я... А, доска объявлений, кстати, посмотреть награды. Брюс Хилл, Дороти Вилла Лобос и Эми Адамс. Один день, 135 баксов, 13 часов, один день, 12 часов. Можно будет взять, когда будем уходить из города, не прямо сейчас. попросил, попросил, релеграфа. Ага, вот, это здесь, чтобы он не расшифровал. Где мне продаться? А, вот, General Store, наконец-то. Фух, я уже отчаялся, нафиг. Посмотри, товары. Продать мусор, пожалуйста. На 100 баксов мусора. Ничего так, ничего так, мусорочек-то. Ворщами кольцо. Кстати, а надо ли оно мне? Так, отмычки у меня есть, на грани, правда, но... А, о, да? А ты у нас, я могу твой сночек шерифа продать. У него что-то пуль вообще немного в запасе, если что. То есть, мне придется с ним делиться? Подожди. Покажи снаряжение, используй. Ну-ка, покажи снаряжение. А, так у тебя неплохо так. У тебя и гранаты есть, и револьвер, кстати, хорош. А, стой, это мое. Это мое. Двуствольный стабс и пистолетная пуля одна. Почему-то. С чего начинается запад, в самом деле? Я почему-то на секунду подумал, что это его снаряжение. Так, ну, куртки лишние попродавал, что жаль. Наверное, надо было бы оставить для напарников. Ну, что есть, то есть. В общем, у него стабс. А, возможно, это он в инвентаре, этот стабс, потому что револьвер у него на поясе. Посмотрим, чем он будет драться и как это все получится. Я пока вообще ни разу не уверен. И, с другой стороны, если я сейчас возьму лошадь, а что с партнером тогда? На чем он будет передвигаться? Кэти Уорд. Ах, да, ты у нас? Добро пожаловать в реллиграфический кабинет. Мы отправляем и принимаем любые телеграммы. Чем могу помочь? Я вообще-то там твоего кого-то там этого спас, так что спросить, как работает. Сила самого света. Трансмиттеры, ресиверы, мы набиваем код оператора, на другом конце его переводят и вуаля, мгновенная связь на огромном расстоянии. И все благодаря маленьким жужжащим радиоволнам. Тем, у кого есть портативное реле, сидеть на станции, конечно, не нужно. Эти счастливчики могут получать сообщения где угодно. Приборчик заводной, антенна маленькая, но мощная, очень модная штука и очень, очень дорогая. Расшифровать. Посмотрим. Где вы во имя всех морей это откопали? Тут очень сложный шифр, я в нем разберусь, конечно, но мне понадобится время. Эй, 300 долларов! Иди, блин, убейся об стенку! 300 баксов! Это все мои деньги, я лошадь собирался покупать. Спасибо. Глаза моргнуть не успеете, как я вам все расшифрую. Вспоминать в то время, когда я работала в пастушьей долине и расшифровывала реле для гонщих Гавана. Ага, особый кодекс. Это нужно транслитировать во имя потопа. Сложная задачка. Готово. У меня мурашки от этого сообщения. Похоже, вашего мужа перегоняли куда-то, как скот. Их вели через Галенов мост. Это место этого мэра Уикса. На вашем месте я бы туда не совалась. Если, конечно, вы не хотите поскорее отправиться к змеям. В общем, вот ваша расшифровка. Еще раз благодарю за материальную телеграмму. А, релеограмма. Кэролайн Тиховод, стоянка Гринвуд от Шелби Кросс вычеркнуто. Собери весь наш случайный лучший скот и отправь его ко мне. Как только закончишь с мэром Уиксом и у Галеново моста. Умираю с голоду. Шелби. Из реле все ясно. Мэр Уикс, судя по всему, он что-то знает о вашем муже. Надо нанести ему визит. Как заработать? Спасибо! Обокрали меня полностью до нитки. А теперь как заработать деньги? Давайте подумаем. Самое время пополнить запасы. Если вам нужны деньги, на Западе предостаточно возможности быстро заработать. Посмотрите, нет ли заданий доски розыска возле офиса шерифа? Прислушайтесь! Вдруг кому-то повлечь нужна помощь. Во время путешествия можно сойти с проторенного пути, чтобы изучить новые места и найти настоящее сокровище. Как заработать деньги, блин. Ограбили просто подчистую. На, читеры! где где был этот доска объявлений? Возле кого? Возле тут. Вот она. Чую скоро... Да, 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 да. Спросите мэра Уикс. А это где? Мэра Уикс на главном мосту о вашем пропавшем мужем. То есть мне... А, да, всего лишь то. У этой фермы бывали временные получше. Это нет, это не моя моя, вот эта ферма Бэллов. Да. Хорошо. Давайте тогда, ребятушки, на этом будем заканчивать серию. Следующая серия я хочу посмотреть, что тут по контрактам, по наемникам, а там дальше уже будем смотреть, что по заданиям. Спасибо, что были с нами, всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok